так всем привет с вами дп продолжаем играть в факс британика за германию и собственно говоря завершилась великой война давайте в этой серии мы уже будем заниматься чистого дележки после войны и европа ничто уже не будет прежним что такое европа или мы должны поменяться и пытаться иметь ситуацию нет мы удовлетворяемся нас будет германский век так военная ситуация развивалась не в пользу москвы потеряв контроль над своими крупными западными городами результате действия лиги нации а также из натиска японцев на востоке правда но возможно правительство российской перри было вынуждено заключить мир реакция российской общественности была неоднозначной некоторые осудили мир как предательство национальных интересов россии хотя неофициальные боевые действия продолжаются по всем фронту для многих ощущение самой катастрофической войны истории человечества наконец-то стало очевидным ведь наконец-то заплакал анти договорное восстание пока дипломаты встречались в москве чтобы обсудить условия выхода россии второй великой войны нежелание военных признать договор похоже вышло из-под контроля коалиции русских генералов порвала с императорским правительством и отказалась от условий перемирия конечно сначала сместить старое правительство а затем оздоровить военные действия пока святая русь не будет вновь освобождена лига нас отказалась комментировать все более опасную военную ситуацию на западе россии то что не потерять 5 миллионов когда мы потеряли всего ну пару сотен тысяч бы это несравнимая потеря его смотрите-ка появились уже переходные администрации балтийская международная военная комиссия белоруссия польская переходная украинская промежуточное правительство национального единства я кажется знаю этого человека вот этих честно говоря нет и у нас смотрите как появились британский мандат над москвой немецкий мандат над петроградом и британским мандат над царицыным британских мандатов побольше не это честно говоря не очень устраивает то что мы убеждали в этой войне в первую очередь до союзники помогли но побеждали в первую очередь мы но в целом ладно все-таки мы друзья верно наверно и смотрите-ка русская анти договор на восстание обвеляет войну государства русско-советская республика простолюдинов шли там видимо бой найти россия в огне ситуация россии окончательно обострилась военный битеже застал вросло как имперские войска так вас коллеги нация разразилась тотальной войной так как десятилетия гражданского недовольства угрожают сжечь остатки россии дотла российская республиканская армия сформированная политиками поддерживаем лигой перкинется вместе со своими союзниками и кабинцами остановить стабильность россии который так не хватает россия потерпела поражение причем в одиночку гражданская россия право жадность евразии обращаются внутрь и верю что вы все и каждый на своем месте сможете выезжать это неспособное небом испытание и что все мы начиная с меня выполним свой долг до конца великий бог земли нашей русской ну и вот эти собственно говоря битвы видимо это русско советская республика это всероссийская временная республиканская армия и анти договорное восстание пока без своих фокусов но видимо это они с ты но берут из вдохновения в этом плане а вот и следующий ивент у нас украина в огне так тут куча событий условиях продолжающегося голода восточной европе временного правительства украины грозит катастрофа партизанский совет сформированный гей в качестве временного правительства распался после убийства умеренного лидера лазаря кагановича модера и махно обвинили друг друга в нападении что переросло в открытый конфликт между националистическими и анархистскими ополчениями силы лиги на украине осудили обе стороны и начали усилия постанового правительства единства и доведения порядка пошли либо действительно спасти восточную европу от самой себя хороший вопрос ребята хороший вопрос и знаете надо подумать кого мы хотим вообще поддержать здесь кого-то из этих я считаю наверное вот этих вообще ребят а здесь махно вряд ли до детмонад средненько на статистическая украина может быть мало россия может быть уж тянул либо вот этих либо вот этих надо поддерживать очевидно и я думаю все таки вот этих стоит поддержать типа не те и те относятся к нам более-менее из-за правящей партии очевидно что вот эти вот эти точно не будут с нами дружить давайте хотя бы попробуем с вот этими вот малоруссии отправим и туда парочку наших качественных дивизий что прошли восточную войну сейчас куда можно отправить 23 дивизии парочку я имел ввиду робель отправляется со всей армии наводить порядок и отправляются то еще два крыла самолетов ну и вот они сейчас прибудут и будут помогать собственно говоря сразу покрываем и весь регион и неплохо так начинаем в воздухе сразу накидывать по их войскам и давайте тоже самое здесь но здесь я думаю точно республиканская армия это выглядит как то что они у нас придут потом советы знаете ненадежные вот эти ребята выглядят полу демократическими они хотя бы те кого мы сможем удержать ну и вот эти точно анти договорная мы есть как бы мы за договор что сколько мы можем отправить бог мы наша война еще не закончилась 24 дивизии поехали им то можем отправить также воздух давайте отправим туда пожалуй этот раз именно тактически потому что них радиус побольше россии нужен радиус здесь вот поехали куда ну давайте сначала сюда доедем уже ладно так вообще куда нам надо надо вот здесь бомбить и ки поехали туда все войны европа леонские процесса сейчас начнется начинаем германский век так здесь уже многовато честно говоря текста чтобы я все это читал давайте по краткому у нас есть легкий процесс так конференция по военным преступникам город чудом избежал перестрелок место было выбрано но потому что париж не подходит и тема с по их рулевания не знаю кто такой сп я пропустил этот момент но допустим русские российские военные многочисленные нарушения правил в день и войны но до каждого конкретном случае многие чиновники были приговорены к смертной казни либо по честному заключению люди и лидеры стран они использовали рабство для военных машин ужас пока насилие к жестокому врачи с военнопленными оккупированным населением и поощряли его и избегали в спинтогазы с чем некоторых случаев тема лидера франции россии самый долгий затишной участок они доказывали что обе стороны здесь за за обстановку лицемерие британский и германской империи ужас ребята вы о чем это все ложь оба лидера должны быть повышена их тела кремированы в неизвестном месте согласен просто совершились и были либо вышли либо заключены в тюрьму на неопределенный слог теперь европа должна была отстроить себя заново часть за частью исправить ошибки прошлого иначе основа столкнулся с чудовищем возмездие смерти есть правосудие начинается германский век и вот про вот этот вот ивент теперь можно вдохнуть под мирным солнцем и так как я говорил у нас здесь прибыла армия немножко со снабжением проблемы но это мы можем пережить я надеюсь вас проблема составляния почему то есть просто слишком много или как а здесь нет пункта снабжения вообще господи надо его захватить значит то еще могу сказать надо его причем срочно захватить хотя бы теряем людей мы теряем только снаряжение выдастся мы не теряем опыта этих прекрасных дивизиях но сейчас у нас остается снабжение сможем нормально атаковать я по и без снабжения наши первоклассной армии все равно пробиваемся еще из поддержкой авиации здесь здесь все говорят уже армия достигла позиции давайте-ка тоже поможем совершить эту гражданскую войну вот таким мы не будем оставлять ничего на произвол судьбы а доводить все дела до конца будем гербинский век начался ведь у нас есть никогда не забывай и никогда не прощай чем разница никогда не забываю так здесь примерно все то же самое должно ли вы просить французский народ считаем что мы должны не должны их прощать здесь на плюс отношения ратирует независимость либо ограбить их нет мы их не прощаем не должны быть наказаны за свою так сказать дерзость здесь мы продолжаем идти вперед так как я сказал нам даже без снабжения удается спокойно добиваться дальше хотя в один момент нас организации все-таки закончится здесь примерно та же самая ситуация собственно говоря и так никогда мы не бьем французов за это давайте дальше интеграция пруссии пора так здесь мы начали уже камбекать наши территории и смотрите-ка мы потихоньку еще из федерации здесь стабильность выкачиваем потихоньку потихоньку стабилизируем ситуацию политика начинается уже больше чем единицу идти в общем-то приятная ситуация послевоенная у нас я бы сказал эйфория у нас все стране отлично все довольны потеря на свои небольших не было никаких причин для экономических проблем у нас собственно говоря в стране даже и нету да мы очень много инвестировали военную промышленность но это купилась и за это все заплатят оккупированные страны они мы ну и вот осталось лишь здесь добить чуть-чуть у нас даже и снабжение появилось снова прекрасно но здесь тоже все проходит очень просто на самом деле да когда отправляешь добровольцами целую армию это уже сложно назвать добровольцами но проблем конечно с победой таких условиях уже конечно нет ну и вот мы могли вот этой стороне победить гражданской войне стало мне кажется самым самый здесь легитимный ага смотрите-ка принял резолюцию разрешающий военной интервенции в украину а я понял то есть если кто-то побеждает то мы вторгаемся в украину прикольно они смерть организации кажется что лига бросила вызов этим идеям модель и махнова уже мертвы ребята ощущением кажется же мы принимаем это все и эти ребята которые здесь немножко чили сейчас срочно начинают таковать покажем что лига это не шутка а что мы действительно будем рожаться за то чтобы порядок в мире поддерживался тем более свой через несколько лет после войны даже скал возможно месяцев не наскольку прошло точно конечно мы все еще готовы мы не успели даже потерять сноровку ваша армия там сражаются буквально те же солдаты так что это очень плохая идея бросать нам вызов здесь и сейчас ну и вот наши войска немецкие первые входят украинские территории с поддержкой опять-таки немецкой авиации мы им дали возможность победить что я не знал что нельзя закончить все как-то по-другому мы же их и вернем обратно настоящее правительство и так просил нас интегрированы давайте восточная миграция и смотрите-ка болта немцы станут признаны нашей культурой у нас есть смотрите-ка помощь восстановление польской армии польской промышленности давайте начнем с польской промышленности пожалуй почему бы нет и вот мир произошел посмотрите-ка мы не можем до особо ничего здесь не скриптовый мир мне это не нравится я предпочел бы скриптовый конечно давайте заберем себе крым чтобы иметь морскую здесь базу но эта идея реализована а марионетку я не могу сделать да ну давайте территорию захватывать еще могу сказать вот это мне уже не так нравится если бы здесь был опять-таки скриптовый мир когда все было бы более менее логично блин вот так но какое я бы сказал так это знаете кому я хочу дать белоруссии потому что у нее территория здесь ну типа да потому что так было бы намного лучше она я не могу у меня не хватает нормально вроде они забрали пойдет вот это а ну слушайте диссей соединения здесь все контролируем не можем мы только так помощью восстановления армии давайте больше не можем и только к сожалению здесь выделить марионетку я бы предпочел чтобы здесь было местное правительство жили не нам этого не дают смотрим как закончится война в россии но уже скоро я полагаю и так отлично польская миграция поехала восточная миграция точнее интересные 3 создание общего немецкого рынка пан германские партнер по развитию будет добавлено и так понимаю им всем поехали и смотрите-ка мы на самом деле ведем к процветанию причем вместе со всеми и нам еще танец и вот величайший час рейха нажать давайте-ка укрепление союза польши и германия поехали нам бы на самом деле вот этим заняться чтобы фокус нажать и название сменить на красивенькая да но политка нужно мы сейчас зада делаем все фокусы и принципе если что подкопим зачем вот эту штуку нажать уже когда мы будем называться именно рейхом поэтому давайте-ка чуть подождем с последним фокусом там что минут эти фокус не очень нравится демилитаризация но в целом допустим допустим идем в послевоенную германию и он нет ребята нам придется демилитаризироваться ну что настало время только 25 войны без населения это как-то жутко прям я бы сказал вот эта армия готова давайте их всех на какие-то позиции все-таки назначим так чисто ради того чтобы они где-то находились и пускай они всегда тренируются вот таким вот образом вот у нас будет чисто я хотел бы все-таки оставить армию надеюсь она у меня не распустится собственно говоря так мы уже демилитаризовались и занимаюсь восстановлением германии хотя она и не сильно это повреждена честно говоря занимаемся у нас здесь сделка с французскими колонизаторами не колонизировали нижние земли и рейнланд теперь у нас там есть вакантные места до останавливаем так у нас там есть коллаборационисты от них надо конечно же избавиться жилое положение французов долгая трудная работа по переселению французской диаспоры из рейна обратно францию историю пишут победители так состояние империи давайте-ка колониям поможем нашим поехали продолжение связи подтверждения точнее связи с ликобритании видимо с британией мы до конца вместе в целом я не против и что они тут лишние сезона взяли но но ладно ладно и дальше мы делаем франко-германский иностранный регион известная роль из которой надо считаться я так понимаю это как раз таки набираем теперь иностранцы в себе по-французски вот это вот аналогия это добавляет нашим африкам бафа и в целом почему бы нет они не сильно что-то делают но нормально окно вступить в лику нации нам даже не нет необходимости потому что мы уже член еди нации и как там наша так объединение за давайте купим политку и сделаемся рейх это вот у нас уже так понимание вся будет нажать потому что мы уже победили верно да но потом сделаем час уже на этот сижу сижу и понял здесь нужно до войны это делать мне победа не в изгнании а все я уже не назовусь нормально это как-то меня не очень честно говоря нравится потому что до войны со всеми восстаниями разобраться надо фокус не брать не брать эти фокусы это ну это очень глупо нам остается только вот эти фокусы реально делать ну ладно величайший час рейха так и быть больше не будем поворачиваться спиной к миру мы будем открыты и везде сунем свой нос на готе эти или за его пределами не имеет значения наша огромная империя здесь и на семи морях будет определять судьбу народа будем не будем уклоняться от реформ радикализации и вмешательства это будет величайший час рейха так она и готова и давайте заглядывая вперед теперь когда все страны начали останавливаться и наконец использовать новое соглашение особо на торговле мы считаем что наконец-то пришло время сказать что мы смотрим светлое будущее будущее в котором нашим детям не придется переживать войну тепероси руины и все остальные ужасы связаны с борьбой в глобальном противостоянии в будущем которого будут сопротивляться технологии наука и культура где люди смогут утверждать свои свободы и мысли прочный мир принесет нам величие и так вот оно и подошло скорее всего это конец вашей игры так и есть никаких не испортили вам впечатлений но вроде как нет всем так но это все так понимаю разработчик нам пишет тоже не именно если вам хочется порно посчитать тысячу политки мы получаем за это прикольно но конечно уже игра закончилась так что мы особо никуда не потратим война в гражданской россии принципе вот-вот закончится я бы не сказал что еще буду продолжаться здесь не так много осталось хотя узнаете это на западе не так много осталось а на востоке тут а это типа романова жда прикольно они заюзали здесь в случае здесь осталось много разных вариантов что может произойти с россией но россия точная очень растроплена германия же процветает причем у нее просто куча территорий и это куча ресурсов она просто реально экономически новый отличный экономический союз немецкий век не потеряла на людей не потеряла ничего то есть впереди только процветание и здесь сложно где-то будет найти вариант где все пойдет плохо ну конечно в один миссию случается рецессия экономики все как обычно но германия уже здесь вряд ли как-то сможет упасть вот а с вами был гай мне очень понравился этот мод в целом я думаю сниму еще его за францию здесь не так много за кого еще можно поиграть франция россия британия женит франция британия я бы сказал но факт наверно за францию потому что британия та же сторона вот с вами как я и сказал пудут и подписывайтесь ли вы еще друг не подписаны лайк комментарии все как обычно и до скорых встреч пока